приветствую вас дорогие друзья на связи с вами алексей каширский сайт обучения дома точка ру на этом уроке мы рассмотрим небольшой вопрос который мне задал один из учеников дело в том что в третьей части видеокурса моделировать в архикад 18 легко я подробно рассматривал настройки нового движка визуализации движок сине рендер нас показывал как настраивать материалы как настраивать сами параметры визуализации и вот в общем у одного из учеников возник такой вопрос а как нам сохранить эти параметры параметров визуализации чтобы потом уже использовать в своих проектах чтобы заново в новом проекте не настраивать а просто взять и готовые наши именно настройки использовать вот давайте в этом уроке рассмотрим как это делается значит заходим в параметры визуализации вот у нас кнопочка когда вы загружали какие-то стандартные например параметры соответственно вы после того как загрузили тут пишется имя загруженного загруженных предустановок скажем так и когда вы начинаете менять какие-то свои параметры выставлять то ставится название специальное специально это значит именно какая-то измененная в данном случае для начала нам нужно сохранить наши настройки то есть мы выставили нужные нам настройки например все и теперь нам нужно сохранить заходим можно выбрать запомнить сцену как но мы будем сразу еще и экспортировать ее на компьютер в отдельную папку поэтому мы выбираем выбор и управление сценами смотрите она у нас специально называется для начала делаем сохранить как даем название ну к примеру мои настройки экстерьер день физически то есть вот такие настройки а задаю чтобы даю название чтобы знать что это за настройки то есть если это я дневные настройки какие-то делать делаю день называют если это экстерьер экстерьер если интерьер интерьерные буду называть и так далее то есть чтобы вы знали что вы знали какие потому что их у вас может несколько вы можете интерьеры экстерьеры делаете так далее чтобы сразу знали ориентировались дальше значит выбираем папочку куда сохранять бы но это именно в этом файле в этом проекте сохранится в эту папку когда вы будете загружать импортировать уже в новый проект вы будете выбирать куда это импортировать ну к примеру соответственно раз это у нас экстерьер дневное соответственно выбираю освещение экстерьера дневное все сохранить есть видите вот она у нас появилась мои настройки экстерьер день физически в экстерьере освещение экстерьера дневное вот сюда и так сделали мы теперь нам надо это экспортировать вот они у нас здесь есть то есть мы только что их Сохранили. Теперь я выбираю эти настройки свои и делаю «Экспортировать». Все. Выбираю, куда буду экспортировать. Вы, соответственно, выбираете какую-то свою папку. Выбираете. Я на рабочий стол сделаю, чтобы далеко не бегать. Все. Так и оставлю имя файла, мои настройки, экстерьер, день, физическая. Тип файла, видите, единственное. Выбирается «Рендер сцены». Сохранить. Все. Готово. На рабочем столе у меня появился соответствующий файл. ОК. Нажимаю. Кстати, теперь, видите, они у меня тут называются «Мои настройки экстерьер, день, физический». То есть, вот те настройки, которые я сделал, они уже не специально называются, а именно по названию, которое я им дал. Все. Готово. Ну и могу дальше работать. Теперь я, к примеру, создаю новый проект. Новый проект. Либо открываю какой-то другой существующий. Ну, давайте, к примеру, вот этот. Сейчас посмотрим, что у меня там. Вот. Открываем. Соответственно, сейчас подождем немножко. Вот. И нам нужно будет потом эти настройки импортировать уже. То есть, мы экспортировали сперва, их сохранили на компьютер. А теперь мы их будем импортировать. Так. Ну, вот такой у меня файлик. Видите, совсем другой проект. Я что делаю? Захожу в «Параметры визуализации». Тут у меня, видите, ничего не настроено. Вот есть какие-то настройки. Это его по умолчанию, который есть, его предустановки, выбор и управление сценами. Захожу. Видите, тут нету моей сцены, естественно. Делаю «Импортировать». Нажимаем «Импортировать». Все. На рабочий стол я сохранил. Соответственно, на рабочий стол захожу. Вот она. Мои настройки. Экстерьер, дневной, день физический. Открыть делаю. Все. Видите, он сюда их закинул. Давайте еще раз для чистоты эксперимента. Еще разок сделаем. Выбор и управление. Смотрите. Видите, тут их нету. Кстати, давайте попробуем ради интереса выбрать другую папку. То есть он закидывает в ту папку, которую мы выбрали. Поэтому так, «Импортировать». Нажимаем, выбираем, открыть делаем. Видите, поэтому выбирайте именно ту папку, которая нужна. Либо потом просто, видите, можете взять и перетащить в нужную папочку. Все. Освещение экстерьера дневное. И, соответственно, вот оно есть. Все. Я его выбираю. ОК нажимаю. Все. Есть. Видите, мои установки готовы. И дальше уже могу визуализировать. Вот таким вот способом легко и просто делается сохранение импорт-экспорт настроек. То есть мы выставляем нужные нам настройки. Давайте еще раз повторим. Выставляем нужные настройки нам. Дальше делаем выборы управления сценами. Специально. Сохранить. Как делаем. Даем название. Выбираем, куда будем сохранять. В какую папочку в данном случае. Делаем сохранить. Все. После того, как сохранили, мы делаем экспортировать. Выбираем, куда мы это сохранять будем. Тоже название даем. Сохранить делаем. Все. И потом, открыв новый проект, мы просто делаем выборы управления сценами. Импортировать. И, соответственно, выбираем наш файл. И нажимаем открыть. Вот так легко и просто это все делается. Все. Более подробно визуализацию в программе Архикад и работу с настройками движка CineRender вы можете изучить по моему видеокурсу «Моделировать в Архикад 18 легко». В третьей части видеокурса подробно я все это описываю. Вот так же само моделирование. Можете так же по этому курсу изучить. В первой и во второй части я показываю полностью подробное моделирование именно в программе Архикад 18. Кроме того, во второй части видеокурса еще рассматриваются основы создания расчетов в программе Архикад. То есть подсчет количества, объемов и тому подобное. Все. На этом данный урок закончен. Успехов вам в обучении! Субтитры создавал DimaTorzok